здравствуйте дорогие друзья сегодня мы проводим встречу вопросы и ответы и результаты и сегодня у нас как бы внеплановая то есть пятая среда в месяц поэтому мы с ними это решили что не на русском не на латышском мы просто будем отвечать на вопросы делиться результатами такая у нас сегодня будет программа и начну я с результата я могу демонстрировать экран да юрист вот начну с результата потом мы будем отвечать на вопросы ну вот покажу один результат видно ли вам это фотографии видно вот написано декабрь после операции две недели и через полгода после операции этой же операции то есть этот же подбородочек у женщины угадайте что было причиной такой жестокой операции сколько слов наложили собака укусила нет ну вот просто подумайте самая банальная причина которая может быть чек выдавил прыщик вот она мне пишет значит 68 лет на подбородке появился угарек выдавила появился снова снова выдавила но ранка перестала затягивала затягиваться она увеличилась начала кровоточить с этим жила через полгода дети заставили идти к доктору диагноз меланомы срочно по зеленому коридор на операцию вырезали зашили фото через две недели после операции сразу после операции даже фото не делал потому что это было ужасно промывала затем выписали мазь я мазала мазали результаты не видела тут вспомнила про жиры он всегда у нее есть и коллоидное серебро начала рану обрабатывать сначала серебром потом жиром м м м ойл шов становился все симпатичные стал затягиваться главный перестал чесаться так как в нем перестала размножаться инфекция второе фото через пять месяцев после операции шов почти не заметен видна только ямка жалея что не начала использовать серебро сразу благодарна компания за замечательный продукт коллоидное серебро и эмо этими двумя продуктами также помогла внуку пяти лет справиться со стофилококовой инфекцией обеззараживала серебром поверху мазала жиром ему быстро все затянулось и он уже не стал расчесывать бедро вот просто посмотрите и всем подросткам которые стараются выдавить прыщик себе на лице да здесь же очень важные такие сосуды это вот в назидание всем кто занимается таким нехорошим делом то есть у меня например лично такое правило если это болезненный прыщик его нельзя давить даже на ноге у меня был случай когда я как бы удаляла волосы с ноги и не продезинфицировала потом и там был прыщик какой-то который я постаралась выдавить чем это кончилось угадайте шрам у меня до сих пор вот такой это не была операция это был карбункул то есть есть фурункул у которого одна голова и который болит а это был курбункул у него было восемь голов и вот они выходили одна за одной было вот такое фиолетовое пятно на ноге я к доктору не шла я прикладывала примочки соли тогда еще карты наверно в те времена еще у нас не было ну короче я серебром и как-то справлялась но это я запомнила на всю жизнь поэтому если прыщик болезненный его давить ни в коем случае нельзя машьте сильвер гелем машьте исцеляющим бальзамом или чистым чайным деревом но только не не давите если например рана открытая кровоточащая ну допустим ссадина у вас ничего под рукой нет но я надеюсь что кора муравьиного дерева у каждой из вас или у каждого есть собой всегда то есть если вы куда-то едете точно но вот можно в рану сыпать кору муравьиного дерева и люцерну заживет как на собаке вот за это я могу гарантировать проверено на ранах на голове вот так что на ногах тоже а сыпать поочередно кору муравьиного нет я делаю так я одну капсулу смешиваю с другой капсулы в ложке и просто вот присыпаю вот если начинает сейчас странные какие-то вирусы начинает чесаться горло ну как будто скребет да да вот у меня есть такая баночка баночки покажу как это выглядит у меня прям стоит вот видите две капсулы коры и две капсулы аж 500 смешала чуть-чуть на язычок на язычок на язычок вот такой порции за день и завтра вы уже ничего у вас не чешется и вы не успели заболеть потому что если вы успели заболеть ну тогда подключается весь арсенал понимаете а это профилактическая и внос исцеляющий бальзам если вы в самолете то сервергель если вы идете просто на улице гулять по трамваям ездить ну тогда можно добавить добавить так отлично вот и я вам показала чем это может кончиться я потом в группу это выложу чтобы вы могли этим тоже воспользоваться ну мы поделимся этими группами так у нас есть результат давайте начнем с результатов инга пудана вы результаты хотели рассказать про белоруб это очень хороший результат я хочу чтобы вы поделились да меня зовут инга пудана я из норвегии и мне хочется поделиться результатом моего мужа арла пудана он мне дал согласие на это мы вместе с ним проходили концепцию здоровья три месяца закончили в декабре и естественно дальше идет восстановление организма да и так как я знаю что у него была проблема со слабыми связками проблемы с суставами и я решила ему подарить вот такой продукт как продукт королокуба белурон белуроновая кислота в хорошей форме которая очень хорошо усваивается и мы об этом действительно реально подтвердили мой муж применил один курс белурона это две бутылки в упаковке и через время мне говорит как только закончил посмотри у меня прошел сустав у него была проблема уже два года срок годности этой проблемы как бурсит он как-то получил травму на суставе этот сустав воспалился из сустава вытекла жидкость и этот сустав набух такой неестественной формы и болел вначале потом он ходил к врачу врач отказался помогать так он с этим смирился и жил спокойно себе два года с этими дискомфортами но в итоге вот такой результат этот бурсит так называемый да прошел и нормальный сустав стал как все одинаково не отличить второй результат через пару дней он мне тоже говорит инга мне кажется ну он раньше жаловался что у него он носил очки минус 7 да и он жаловался что эти очки ему уже больше не подходят нужно уже выше то есть еще больше крепче очки и вот такой результат получается что он почувствовал что что-то опять со зрением не то какие то происходят трансформации и ну мы поняли что у него зрение начинает улучшаться да он пока мы думали что он пойдет к врачу но все-таки решили еще купить упаковку белорона эти две бутылочки сейчас ожидаем курьера и вот когда он получит это он будет пропивать чтобы еще улучшать зрение потому что сейчас минус 7 ну они уже не подходили но сейчас пошла трансформация в лучшую сторону как понимаю потому что он начал видеть лучше без очков уже моменты ну вот эти вещи там на столе он раньше не видел как-то далеке а теперь начинает лучше видеть вот и да вот такие вот результаты мне кажется это супер классно потому что если ничего не делать то ничего не происходит в лучшую сторону происходит только в худшую к сожалению поэтому спасибо коралл клубу за такие прекрасные продукты я очень счастлива была подарить такой продукт своему мужу спасибо молодец замечательные жены в коралловом клубе самые лучшие в мире да потому что я пробовала да я забыла сказать я же пробовала покупала и в капсулированной форме гиалуроновую кислоту и покупала в жидкой форме тоже очень дешевая такая я конечно не разбиралась раньше какая там форма что я просто пила но ничего не ощущала потом я также в норвегии нашла гиалуроновую кислоту кислоту в литровых бутылках я купила целых две заплатила 100 евро за две это было два литра думаю одна мужа одна мне я пропила у меня болели как бы связки и сустав ну как бы тянуло больно как бы было я думаю вот сейчас пройдет потому что связано со связками укрепим все будет хорошо но я пропил ничего не ощутила но ощутила что у меня еще больше болеть начало я мужу говорю знаешь мне кажется гиалуроновая кислота ерунда которую я купила я начала изучать в интернете что за проблема оказывается существует три формы гиалуроновой кислоты да на выбор эту которую я купила оказалось это высокомолекулярная форма и она не усваивается вот и когда муж пропил вот эту форму которая у нас низкомолекулярная да это очень самая качественная форма то результат стал моментально вот от одного курса двух бутылок реально я очень счастлива спасибо вот видите может быть высокомолекулярная форма подходит может быть для животных мне так кажется что может быть у них какой-то кишечник другой может быть да может у них поры какие-то большие у нас кишечники маленькие может быть может быть там ну короче говоря вот наша форма я смотрю как наши дистрибьюторы молодеют становясь возрастом все краше это прямо очень мне очень нравится у нас очень хороший результат ольга давыдова хотела рассказать про новый продукт который называется дженера ольга меня слышишь забыла включить микрофон здравствуйте всем меня зовут ольга давыдова я живу в латвии хочу поделиться результатом своим от применения продукта нового продукта дженера с юности студенческие годы и работа на химпредприятии у меня очень слабы желудочно-кишечный тракт и бронхолюбочная система и когда в моей жизни появился коралловый клуб я была просто счастлива потому что до этого я испробовала все народные ненародные средства постоянно антибиотики ну в общем никакого эффекта не было появился коралл клуб это было такое счастье долгие годы у меня были сплошные улучшения но тут нагрянул ковид и тоже он меня обходил стороной благодаря продуктам кораллового клуба но встреча состоялась и заболела я очень нелегко можно сказать совсем нелегко повредилась все повредились мои слабые системы можно сказать жизнь спас мне фитоверон который мне подруга по бутылке своих запасов привезла для спасения но как мы знаем после вируса присоединяются всякие воспалительные бактерии начинаются ялотекущие всякие разные воспалительные процессы и дошло до того что у меня начались вздутие бурление отрыж потом я провела сделала тест на синдром раздраженного кишечника свеклой оказалось что в общем и этот синдром у меня есть это системное заболевание стала думать что делать тут появилась информация о новом продукте дженера я стала смотреть потом но его еще в продаже не было потом у меня начались сжения в районе легких начались пятна по телу типа типа лишая какого-то семейный врач сказала что сделав все анализы вердикт это нейродермит помочь я думаю я задумалась что делать потом думаю как это нечем помочь у нас универсальный инструмент концепция здоровья которую я хорошо знаю и которая на все случаи всегда помогает я значит провела противопаразитарно в силу того что здоровье было ослаблено я провела прошла коловаду лайт после коловады лайт у меня чудесным образом исчез нейродермит но другие симптомы оставались я купила я купила суперфлору а и тут же стрессовые ситуации разные присоединились я купила суперфлору и купила я грифонию и начала я принимать эти продукты я узнала что нужно за 30 минут принимать до еды суперфлору я на ночь принимала ну и грифонию по несколько штук в день принимала я эту программу месяц не успела все произошло незаметно вдруг через какое я даже не могу сказать через какое время ну наверное недели через две я чувствую что у меня уже и бурления нету бурления у меня уже боли таких нету рези нету отрыжка после еды как-то уже стало не всегда и гораздо слабее потом вдруг я обнаружила как бонусом что у меня никакого нет ну чувство жжения в груди что у меня смотрю оказывается у меня были и пазухи носа заложены оказывается все прочистилось потом на вебинаре дианы я узнала что оказывается дженера это не только желудочно-кишечный тракт это не только тем рекомендуется у кого рефлюкс у кого синдром синдром раздраженного кишечника но также оздоравливает буронхолюгочную систему потому что там есть и солодка в том числе и лимфу как бы прочищает этот продукт и она рекомендовала программу на шкалостром дженеру и лепостик ну лепостик месяц и эту программу 3 месяца нужно делать у кого проблемные вот такие вот проблемы особенно рефлюксы вот это все связано со слизистой желудочно-кишечного тракта а сейчас уже февраль и приближается сезонное обострение поэтому у всех у кого вот такие вот проблемы от души рекомендую эту программу вот точно поможет ну вот спасибо ну так есть у нас результаты которыми вы хотите поделиться или мы переходим к ответами на вопросы кто хочет поделиться результатом может поднять руку ну я пока не вижу Винита тогда ты начинай и я потом свои вопросы зачитаю Добрый день всем мы получили вопросы от наших наших клиентов любимых да и первый вопрос у нас про мигрень да есть ситуация что человек два раза в жизни это прожил это была очень тяжелая ситуация сейчас человек на детоксе и вопрос такой да какие натуральные вещества следует продолжать употреблять после третьей третьего этапа программы но человек думает что есть три этапа да и что именно вот для этой проблемы чтобы это больше никогда не прожить и не ну чтобы не было такой проблемы вообще в жизни может быть вот тут у нас Диана можешь поделиться у тебя результат по мигрени по головной боли если ты можешь подключиться можешь может быть тоже рассказать Диана наверное не слышит но в принципе все продукты кораллового клуба мой ответ такой и вся концепция она на то направлена чтобы не было никаких проблем со здоровьем мигрень как мы уже знаем иногда после стрессов бывает тогда обязательно надо себя как-то уже сразу контролировать во время стресса обязательно мы пьем очень щелочную очень теплую воду много да чтобы вывести гормоны стресса это первая как бы такая скорая помощь и вообще ежедневная помощь чтобы никогда не сгустела кровь да чтобы все было текуче чтобы микроциркуляция была классная да конечно если у вас нервная система слабое место и у вас на почве стресса бывают разные там головные боли да то надо обязательно всю концепцию здоровья ежедневно применять да в том числе как я сказала уже вода скорл майнг 500 очень теплая очень такая концентрированная даже можно сказать да я обычно тоже советую под язык высыпать во время стресса и грифонию можно нашу да для нервной системы и магний тоже успокаивает нервную систему чтобы уже все расслабилось все было да и вам надо наверное тоже научиться своей технике расслабления дыхательные практики да очень хорошо помогает свежий воздух прогулка легкая пробежка вот такая чтобы вот задействованы были и мышцы и чтобы лимфа двигалась чтобы потому что дыхательная система отвечает за нервную систему и через дыхательную систему мы можем успокоить наши нервы наш ум да и все продукты кораллового клуба нам на помощь да я думаю дам вам слово может быть вы со своей стороны еще какие-то можете советы дать надо смысл если это мигрень как бы периодическая то я считаю что очень часто мигрень имеет психосоматические причины и их нужно разбирать советы замечательные еще бы я добавила к этим продуктам этот лицитин который защищает наши оболочки но из моего опыта это чисто соматическая проблема психосоматическая и ее нужно искать на что именно организм выражает такое такое действие у меня просто была соседка у которой были дикие мигрени она лежала прям несколько дней с головной болью как только она развелась со своим мужем у нее мигрени кончились так что здесь может быть разные вещи у кого-то на работу у кого-то на соседку у кого-то там на тещу ну бывают случаи когда организм дает тебе сигнал что ты должен что-то задуматься что-то сделать другое если у меня такие вот переживания какие-то то грифонию под язык очень хорошо и магния на ночь и побольше воды и побольше движения чтобы вот этот гормон стресса он переработался в энергию и вышел с потом это идеальный вариант в таком случае но техники бывают разными я например люблю вот технику EFT описание этой техники в интернете навалом есть двухчасовой фильм после которого вы прямо влюбитесь в эту технику называется техника эмоциональной свободы когда какие-то эмоции тебя захлестывают даже если ты ничего не знаешь например вы сидите фильм смотрите и вдруг у вас полились ручьем слезы это говорит о том что ваш организм что-то вспомнил связал с тем чтобы он посмотрел и решил выпустить эмоции наружу вы увидели эти эмоции сидите и вот просто вот эти вот ноготусики справа и слева вот так вот подавливаете поочередно фильм кончится плакать перестанете заодно отработаете систему то есть можно по себе стучать а можно по рукам вот сделать вот такие вот раз два три раз два три раз два три просто сидите например сидит там ну не знаю вы в трамвае или где-то и заходится истерика ребенок бывает так вы уйти не можете заткнуть уши не можете хотел сказать дать по шее ребенку тоже и его маме заодно ну такое бывает и вы начинаете дергаться вот сидите вот так вот постукиваете и посылаете ребенку любовь ну и даже не постукиваете это можно вы сидите на совещании где-нибудь у вас руки могут быть под столом вот так стучат конечно привлечете внимание скажут немножко не то тетеньки а вот такая техника самая безболезненная самая которая не навредит а действия если вам интересно я расскажу почему это работает да интересно ну то есть в нашем организме есть нервы и они между собой связаны но мы мы знаем что у нас где-то провода есть потому что мы видим розетки но если мы стучим по розетке мы действуем на эти провода то же самое вот наши розетки если по ним воздействуете если вы вспомните например результат у нас есть Галия Гаянов у которого жена заболела дифтерией помните случай когда медицина отказалась и тогда он заставил их сделать дренаж ну трубку грубо говоря в желудок чтобы кормить ее не через рот потому что парализовала горло она не могла ничего проглотить умирала голодной смертью он ей в желудок разводил наши противники когда ей было плохо кору муравьиного дерева туда спирулину спирулина самая оказалась трудная проблема потому что она комкуется вы же знаете прилипает к зубам и все остальное но так дело не в этом она благополучно выжила на двадцать первый день после таких вот экзекуций к ней вернулась способность глотать а всего прошло два месяца сначала но дело в том что параллельно он изучил все что было в интернете по теме суджок он брал мечи с шипами он ей массировал пальцы он массировал все нервы шеи он ей делал больно но он пытался найти этот нерв который заклинило и он таки его нашел ну короче говоря вот использовать этот метод может быть вам пригодится да Винита может у тебя есть другие вопросы да еще один вопрос но я еще по теме вот и нервы и мигрени и головные боли да чистом кишечнике когда чистый кишечник да это мы знаем второй мозг третья нервная система это все как бы все проблемы проходят легче да люди уже не так нервничают и если еще нейроны накормлены нашим клеточным питанием то вообще это все отлично еще иногда мигрени на почве конечно печени когда печень тоже не справляется и сгущается вот эта кровь тогда наши вот все чаи для печени да это все тоже параллельно и можно и делать и постоянно и или когда кризис да это все пользуйтесь нашим продуктом и вот делайте разные техники и усваивайте которые вам будут помогать может быть кто то еще хочет какой то результат про это рассказать ну у меня мигрень была да только у меня гормональная да но я считаю то что очень важно все таки очищать организм на всех уровнях и межклеточные жидкости внутриклеточные и кишечник все это между собой взаимосвязано это закисляет организм забыщает кровь а также стрессы да они влияют на сосуды спазмируют нас это дефицит по факту магния да и профицит ну когда много кортизола и вот у меня такой опыт что когда мне было восемь лет гормональная мигрень примерно полторы недели в месяц да во время месячного цикла благодаря концепции здоровья через три месяца она у меня прошла да это означает то что я думаю что есть надежда у всех людей у кого есть мигрень неважно какого генеза потому что мы работаем комплексом над организмом я сейчас что я делаю чтобы не было у меня ее ну долгое время или вообще не было я просто продолжаю после концепции здоровья проходить наш третий этап да можно проходить или коловаду лайт если сложно голодать или вот как я сейчас проходила коловаду грин да я голодала да и мне кажется что удерживая такую методику организм вот этот кишечник постепенно он очистится от всяких вот этих накоплений шлаков слизи и ну будет меньше внутреннего стресса да и я знаю что вот когда у человека очень нервный какое-то время да вот нервная система он раздражительный и психует и много чего делает да это не означает что он плохой человек это у меня личный опыт в моей частной жизни когда человек проходит вот эту вот концепцию здоровья человек просто меняется особенно это я даже заметила после антипорезитарной программы у меня ну реально муж изменился и никаким бабкам ходить не надо просто концепция здоровья и просто повторяйте два раза в год и мне кажется со временем все пропадет только нужно желать вкладывать в себя деньги свое время и верить в все то что здесь происходит спасибо спасибо очень интересный рассказ я вспомнила одну женщину которая обращалась ко мне по 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 своей депрессии то есть у нее такая была депрессия что она уже хотела уйти из этой жизни у нее уже было направление на твайку ну у нас такая психиатрическая клиника в Риге была по крайней мере вот и она попала на презентацию где мы рассказывали про нашу коловаду и она решила попробовать эту коловаду пройти оказалось что одна коловада полностью вернула к ее к жизни потому что у нее была кандида и эта кандида она когда у нее недостаток сахара она вырабатывает такие токсины которые сродни депрессии то есть она хочет сахар чем больше сахара тем и тем ей лучше она когда очистилась очистила кишечник от своей кандиды у нее депрессия прошла вот что еще можно я дополню еще один момент недавно слушала вебинар одного прозитолога по фамилии белоконь к сожалению имени не помню так вот одно такое предложение она сказала если бы все люди слушали ее лекции и рекомендации то возможно что те люди которые находятся в психиатрических больницах или на нейролептиках или на антидепрессантах возможно что 85 процентов этих людей пройдя нашу концепцию здоровья да и антипредитарную программу они бы освободились от этого заболевания депрессии вот этих психических проблем вот именно я это запомнила и это я думаю что надежда всем нельзя терять ни минуты и не надо бояться просто идти вперед спасибо спасибо я именно этого тоже читала что какой-то этой психиатрической клинике сделали эксперимент что давали противопаразитарные эти средства да и где-то 85 процентов ну людей которые там находились да они стали как бы нормальными потому что да я сама чувствую у тех которые загрязненный организм они и злые и хотят делать плохие дела и все такое да чем чище организм тем ну лучше становимся можно так сказать спасибо винита тогда я озвучу тот результат который нам задала инга первый вопрос был по посредству моющему элаль для посуды все ли все им моют овощи и фрукты безопасно лето надо ли дополнительно в соде вымачивать чтобы устранить паразитов так как они больше всего боятся щелочи лично я например арбуз ну как ты его замочишь в чем да в бочке бочки у меня нет я просто у меня элаль разбавленный ну как бы в нашей бутылке я этот арбуз обрызгала и потом руками в перчатках и щеткой его помыла если у меня например зелень то я ее могу то есть яйца паразитов и песок они оседают на дно поэтому промывать зелень под струей водой нету смысла его нужно обязательно замочить его в какой-то емкости поэтому я или добавляю туда соды и вымачиваю потом споласкиваю либо у меня зонатор стоит то есть если у меня какая-то зелень то есть сначала я отмываю от грязи потом кладу вазонатром на 10 минут таким образом я избавляюсь то есть яблоки я обязательно мою ну что их смысл замачивать оно с дерева сорвалось но единственное что по нему может быть крыса побегала кто-то грязными руками может быть взял поэтому его можно обрызгать оно у меня полежало несколько минут и после этого я его помыну если у кого-то есть свои наблюдения пожалуйста по элайфу может быть кто-то не знает что элайф это наша зеленая химия это идет речь о продукте вот ды не понимаю вот да моющим средством для посуды потому что они абсолютно биологически как сказать надежно безопасно и разлагаемо разлагается не засоряет природу и очень классно отлипаются эти паразитные вот эти все паразит оленис как это по-русски не забыла уже яички яйца паразитов да 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 они тоже хорошо отмываются и заодно мы получаем очень чистый такой ну из разных и от разных химикатов тоже чистый продукт когда мы вот это делаем замачивание спасибо вы можете провести эксперимент купите в магазине брокколи брокколи помыть практически невозможно вы его под воду она вода как ртуть стекает потому что оно покрыто воском таким вы набрызгаете лайвом а потом положите в воду и вы увидите какая грязная вода и ваше брокколи станет ярко зеленым потому что смоется вот этот слой который сверху оно покрыто не знаю кто его покрывает может быть природные восковые какие-то вещи но самое трудное промыть это вот брокколи и ананас во первых туда невозможно залезть его как-то надо делать поскольку у нас он сделан на биологической такой хорошей зеленой химии то я им все время пользуюсь и от него не оставляет следа на фруктах потом оно ничем не пахнет если вы знаете в фере нужно 22 воды сменить чтобы смыть это фере с тарелки а можно вопрос задать вот я мою все время вот этой химией нехорошей которая у нас в Норвегии и в Латвии там фере да и вот чувствую что у меня кожа после этого все время сушится все время хочется кремом мазать ну ненормально как вот опыт с этим оливая есть такое что руки сушат пальцы кожа вот это ну я не замечала у меня нету фере дома ну в принципе и я всю посуду мою в перчатках но если конечно яблоко я побрызгала то яблоко я конечно руками мою у меня таких проблем нету не сушают после этих этого средства нет никакого высыхания там же он как бы совсем безопасный и натуральный некоторые волосы моют да волосы моешь конечно я думаю тебе трудно отпустить кудри чтобы мы успели ну как бы оценить воздействие стимулирующего лайва на твои волосы но поскольку мы видим что у тебя хорошие волосы наверное это помогает ну у нас эко шампуня уже нет в Латвии да так что хорошая хорошая альтернатива и его тоже можно использовать как бы разбавить и поверхности чистить и разные там и полы мыть и все что вам нравится будьте креативны можно все я например стол кухонный мою но не тот разделочный стол а ну стол за которым кушаем и вижу там какие-то пятнышки и я так тряпочка раз 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 и никакого запаха я точно знаю что если я положу ложечку туда то и мне не надо его смывать потом то есть я обработала смывать его не надо так у меня подруга пользуется и лайвдэ для мытья посуды вообще для мытья всего раковин ванны неразбавленные она на губочку немножко берет он же пенец и она все это и мне говорит все сверкает все блестит все свои кастрюли металлические очистила все налеты на посуде она исчезли но самый удивительный был результат когда на первый раз помыла мисочку для своего кота элаев удалил все запахи все сделал чистое поставила она поставила мисочку кот подошел не узнал подумал что он сейчас сделает какое-то нарушение что это что-то стоит чистое ему там нельзя воду пить ходил кругами ходил потом отважился с удовольствием стал пить воду коралловую она ему дает из спитых уже саше наших в общем вот так вот действительно на коте проверили все запахи вся грязь вся исчезает спасибо у нас еще был вопрос про белурон почему нельзя купить одну бутылку но потому что идет курс курс приема месяц первые 15 дней у тебя накапливается строительный материал следующие 15 дней у тебя используется этот материал для стимуляции собственного роста поэтому нужно пить две бутылки а купить можно например в Англии по одной бутылке потому что у них лимит доставки в Англию определенной суммы поэтому чтобы человеку не надо было платить за доставку Копия с Германии делит белурон на две посылки вот у нас еще вопрос был могу задать какие натуральные вещества хорошо принимать прямо на ночь которые активно участвуют в регенерации и так далее важных ночных процессах заранее спасибо но я считаю я знаю что ночью регенерируется весь асгоорганизм очищаются все фильтры так что вот ночные чаи для печени это самый раз где-то два часа до сна это и фондетокс и артишок и коралл бурдокрут вот это все все можно пить на ночь это классно еще пить живые бактерии вместе я был этическим ужином это например суперфлору можно пить и дать пару таблеточек спирулины или пару капсул люцерны потому что они уже там будут ночью кушать и размножаться на ночь классно пить конечно и коллаген потому что чтобы он участвовал в регенерации организма уже новые клетки рождались productivity очень классно тоже наши аминокислоты пить на ночь я знаю что очень тоже хорошо пить наши и минералы например кальций prime кальций так что клеточное питание тоже все подойдет дайте тогда может быть Елена что-то добавит ну если например у вас день стрессовый да то вы можете пить грифонию утром но если вы ее выпили вечером то у вас будет лучший сон а если вы добавили например в пять часов выпили две грифонии чтобы у вас уже в девяти сформировался мелатонин а в восемь выпили два магния то будете спать как младенец как в молодости понимаете и видеть хорошие сны то есть это вот расслабляет нашу эту всю нервную систему и желательно за час до сна не смотреть компьютер телефон и телевизор потому что кто так делает кто так делает кто так делает но мне приходится делать потому что я спать не могу я пока констатировала что вот это от телефона то у меня получается мне надо восемь заканчивать смотреть в телефон на телевизор могу смотреть если я телефон не убираю у меня бессонница я могу пить и магний и тогда все подряд и ничего не помогает и даже мелатонин не помогает ну тогда у меня тоже такая проблема я прямо себе у меня прямо стоит будильник в девять я должна выключить все гаджеты но не всегда вот засасывает это вот все и тогда мой мой лайфхак я начинаю слушать как бьется мое сердце и контролирует дыхание мозгу становится сильно скучно и он говорит ну ладно спит это мой личный лайфхак так у меня вот такой вопрос еще который инга задала почему на стеклянной таре после коралмайна образуется белый налет и оседает не оседает ли он на сосудах и почках спрашивает клиент я этот хитрый вопрос который задает нам почти каждый клиент который пьет я его задала Ерхову Александру который собирает все разные такие интересные лайфхаки я потом вам дам его текстом но сейчас просто зачитаю это не вредно в почках и сосудах камня образуется когда за холестериновое отложение зацепляется кальциевое соединение из костей которые организм вытаскивает чтобы удержать PH баланс крови когда коралмайн попадает в воду если был более мелкий помол и более крупные поры в бумажном саше самые мелкие частицы коралла начинает вымываться это видно если в прозрачной бутылки как белесые струи выходят именно из саше они все равно слишком крупные для усвоения в ЖКТ поэтому в сосуды из них в почке не могут пройти по определению более частый вариант когда в воде изначально много минералов и при контакте с коралмайном у них меняется структура и они и в прозрачных становятся малопрозрачными лучше проверить такую воду на минерализацию чтобы не превышать нормы но пить ее можно и этот налет можно счистить потому что в коралмане есть планктонные аминокислоты которые вместе с минералами воды образуют достаточно прочную структуру которой нужно время и покой чтобы сцементироваться когда мы пьем в ЖКТ все это постоянно движется слизистые обновляются и подобные отложения не успевают сформироваться окинавцы вообще коралмайн кипятят по пять минут две саши на литр с утра после остывания пятьсот миллилитров сразу и пятьсот миллилитров в течение дня и вода становится как молоко молоко море это ответ вот нашего Александра Ерхова нам на ответы и когда-то еще этот вопрос двадцать лет назад задавали мы Леониду Лапу и он говорил что он сам проверял все зависит от воды и от ее чистоты сколько ну представьте если вода прозрачная она уравновешенная вы добавили туда саше и минерализация увеличилась что-то начало выпадать в осады поэтому я для того чтобы коралмайн настаивать я беру отфильтрованную воду в которой очень низкое число минерализации где-то двадцать сорок обычно это сто пятьдесят вода например в Юрмале от четырехсот до семисот а я беру пятнадцать сорок пятнадцать тире сорок то есть я беру очень маленькую минерализацию но даже и у меня иногда если я ну как бы постоянно в одной и той же посуде делаю то на донышке начинает образоваться ну что я заметила собственный лайфхак если я заливаю горячую воду и оушен мин оно все как хлопья отходит и потом эти вот частицы можно вымыть то есть заливайте в этой посуде оушен мин я считаю что оушен мин это чудеснейший продукт потому что он балансирует вот этот минеральный состав то есть у меня бутылочка чистая а когда она у меня была очень-очень-очень с таким налетом тогда я делала так я заливала наши лайф для ванн которые у нас кальциевый налет может счищать заливала туда горячую воду потом заливала уксус ну короче говоря я танцы с бубнами делала а теперь я просто в этой бутылке меняю корал май с оушен мином и стараюсь ее почаще мыть чтобы твердый налет не образовывался вот у меня собственно говоря все вопросы которые мы хотели обсудить и время у нас подходит уже к концу какие вопросы вы хотите обсудить еще следующий наш эфир будет в среду 14 февраля февраля и тема будет про кости про билурон про гибкость и будет вести Эва Дампите наш физиокинезиолог который занимается восстановлением тела я думаю что это будет интересный эфир можете ей задавать тоже вопросы я думаю что это будет интересно ну что мы можем заканчивать тогда да благодарю за все советы просто очень ценно все было сегодня неожиданно неожиданно дать вам текстом вот это то что я зачитывала от Александра обязательно обязательно может быть вам тоже будут люди задавать просто текст пересылаете и все да спасибо было бы хорошо текстом потому что мне выкинуло из интернета я не успела прослушать да хорошо спасибо